МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Верхниками. В студии работает Мария Коноплёва. И вот главная тема выпуска. Пожар, который обсуждает вся страна. Сегодня расскажем, почему загорелся один из самых крупных складов России. Город вновь накрыла волна коммунальных проблем. Где не выдержали трубы на этот раз? Воспитанники школы театра балета победили на престижном конкурсе в Санкт-Петербурге, как прошло мероприятие. Пожар всероссийского масштаба. Сегодня мы узнали предварительные причины возгорания на одном из крупнейших складов Вайлдберрис. Пожар произошел под Санкт-Петербургом в минувшую субботу. Об этом не только в рубрике «Происшествия». Слово Сергею Коленику. Пожар, который обсуждают по всей стране. Утро 13 января оказалось несчастливым числом для Вайлдберрис. Случился страшный пожар на складе в Шушерах, что под Санкт-Петербургом. Пламя быстро охватило территорию в 70 тысяч квадратных метров. В небо взмыли огромные клубы черного едкого дыма. Тушили склад более 30 часов. Предварительно пострадала только одна сотрудница. Ущерб от пожара эксперты оценивают от 10 до 15 миллиардов рублей. Среди возможных причин – неосторожное обращение с огнем, неисправность электропроводки или же поджог. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. И еще об одном пожаре уже в Березняках. В тот же вечер 13 января сгорел гараж с машиной на улице Полина Осипенко. По прибытию к месту пожара было установлено, что горят бытовые вещи и автомобиль в гараже. Общая площадь пожара стояла 20 квадратных метров. К сожалению, в результате пожара был травмирован один человек. На пожаре было задействовано 3 дневнице техники и 14 человек личного состава. По указанному пожару проводится проверка. У мужчины серьезные ожоги тела. Главное, что он жив. Пожар мог случиться из-за неисправной печки. Огнеборцам также удалось отстоять дом. В МЧС предупреждают – будьте осторожнее при обращении с огнем. В пятницу утром водитель Рено припарковался на тротуаре у пешеходного перехода в районе перекрестка улицы Свердлова и Советского проспекта. По данному факту были ориентированы наряды ДПС. В течение нескольких минут водитель автомобиля Рено был обнаружен. По адресу Свердлова, 80, данный водитель привлечен к административной ответственности. За это нарушение грозит штраф – 1 тысяча рублей. Если вы увидели, как водители нарушают, сфотографируйте это и отправьте в ГИБДД. Можно в группу ВКонтакте. Рубрику «Происшествия» подготовили Сергей Каленик и Степан Некрасов. Новости в Верхнекоме. Трое суток без воды в Любимове произошла серьезная коммунальная авария. На место происшествия выезжала наша съемочная группа. Слово моей коллеги Карине Волошиной. На улице мороз минус 30. Жильцы 15-го дома по Строгановскому бульвару вынуждены стоять в такую большую очередь, чтобы просто набрать воды и поставить дома чайник или элементарно согреться. Третьи сутки без воды, да еще и в такую холодину. В новом и красивом микрорайоне Любимов произошла коммунальная авария. Жители многоквартирного дома никак не ожидали такого. Возмущению нет предела. Одни нервы, слов нет. Что тут говорить-то. Главное, без предупреждения все выключили и все. Так не делается. Зато я вообще первый раз вижу. Где бы я ни жил, такое неприятно. Люди запасались водой, как могли. Лишь бы на всех хватило. В ход шли ведра, пластиковая тара и даже канистра из-под белизны. Очень плохо еще с детьми, когда мы находимся. Вообще это тяжело. Три дня сидим без воды. Не знаю как. Почему-то за вторые сутки только второй раз подвоз воды. Это же нереально на такой объем жителей. Много же у нас. У нас же 200 с лишним квартир в доме. Очень тяжело. И надеемся, что дадут. Куда только не обращались. Что же все-таки стало причиной коммунальной аварии? Мы решили разобраться в этом и отправили запрос в БВК. Там пояснили. Авария произошла из-за дефекта на водоводе в районе Строгановского бульвара 15. Сегодня подрядная организация «Стройсеть инжиниринг» производила земляные работы и меняла муфту. Карина Волошина, Сергей Каленик. Новости Версникамья. В продолжении коммунальной темы не обошлось без происшествий. В Березняках в районе набережной прорвало трубу. Дорога превратилась в каток, а автолюбители массово застревали в снежной каше. Виктория Пеннер продолжит. Даже проходимые внедорожники с трудом преодолевают лужу возле порыва трубопровода на набережной. Течь появилась здесь утром 13 января. К вечеру авария не была устранена, из-за чего вода вылилась на проезжую часть. Проезда теперь во дворы нет. На проезжей части образовалось целое озеро. За время работы нашей съемочной группы семь машин пытались проехать по месту коммунальной аварии. Бамперы трескались у каждой третьей. Водитель такси на своей кормилице Гранте застряв в луже. Итог – недешевый ремонт машины. Никаких предупредительных знаков на месте нет. Пресс-служба Березняковской водоснабжающей компании была немногословна. И в ответ на наш запрос лишь сообщила. Ремонтные работы на сети водоснабжения по улице Набережная 49А произведены 14 января 2024 года без отключения потребителей. Отключения не было, зато последствия не радужные. Сколько машин пострадало, остается большой загадкой. В подобных ситуациях автолюбителям стоит оформлять происшествие в полиции, после делать независимую оценку ущерба и обращаться к виновнику за возмещением убытков. Виктория Пеннер, Степан Некрасов, Новости Верхней Камье. В честь нашего профессионального праздника Дня Российской Печати глава города Алексей Казаченко собрал представителей СМИ за одним столом. В неформальной обстановке обсуждались проблемы города. Их настолько много, что мы подготовили несколько сюжетов. Сегодня расскажем о ситуации с электроснабжением в Суханово. Подробнее в сюжете Сергея Каленика. Напряжение в сети появилось только в 5 часов вечера. Это 10 часов, почти 12. Мы без электричества находились сегодня. Также где-то в районе 6 часов электричество пропало. И только в час, в час только далее. Перебои с электричеством на прошлой неделе в Суханово длились несколько суток. На улице сильный мороз. Люди пытались обогреться, как могли. В итоге трансформаторы не выдерживали нагрузок. У многих жителей Суханово стоят электрокотлы. Понятно, что и они перестали работать. В некоторых домах температура упала до 7 градусов. А за окном 30-ти градусный мороз. Представьте ситуацию. Есть, грубо говоря, поселок, дом возьмем, которому из всех благ цивилизации подведено только электричество. Хочешь водички попить? Включи электронасос, чтобы он тебе водичку накачал. Хочешь, чтобы у тебя горячая была водичка? Включи электроводонагреватель. Хочешь, чтобы покушать, приготовить? Включи электроплиту. В первые сутки пришлось экстренно менять сломавшийся трансформатор. На следующий день сгорел рубильник у другого трансформатора. Перебои с электричеством были в городе. В районе пятилетки набережной 30 лет победы, также Суханово. И деревне Круглый Рудник. Больше всего досталось жителям Суханово. Алексей Казаченко, глава города, прорабатывает несколько выходов из ситуации, чтобы в будущем она не повторялась. Первое. Стоит увеличить емкость трансформаторов. И второе. Догазифицировать дома. С РЭСом мы проговариваем увеличение инвестки, которая позволяет поставить дополнительные емкости. Это факт. Это делаем. Но для меня не электричеством единым. Для меня альтернатива – это газ. И большинство об этом говорит. Что мы готовы. Мы уже там котлы поставили. Котлы можно переключить мгновенно на газ. Вот люди-то не все, но готовы. Опять же возникает новая проблема. Жильцы многих деревень и поселков просят догазификацию. По итогам, в течение первых трех лет подключаются лишь 10% от общего числа. Не поступает достаточное финансирование. После этого затягиваются сроки подключения других населенных пунктов. С этой проблемой также надо бороться. По итогу требуется время. К Суханову особое внимание. И власти взяли ситуацию под контроль. Сергей Коленик. Новости. Верхнекамья. Вторая декада января в Прикамье ожидается холоднее. Климатической нормы на 4 градуса. Обычно средняя температура в январе по Пермскому краю – 14 градусов. О погоде на неделю в Березняках и не только. В рубрике «Новости. Короткое слово» Сергею Коленику. На неделе в Березняках потеплеет до минус 6 градусов. В отдельные дни вероятны порывы ветра до 17 метров в секунду. Во вторник днем будет уже минус 8-12 градусов. В среду потеплеет до минус 6. Местами возможна метель. В четверг дневная температура составит минус 12 градусов. В пятницу днем до минус 15. Выходные ожидаются теплыми. Температурный фон на уровне минус 8-13 градусов. Но из-за сильного ветра ощущаемая температура воздуха окажется ниже на 6-8 градусов. Согласно статистике, в Пермском крае самая высокая цена на бензин среди регионов Приволжского федерального округа. А туда входит 6 республик и 7 областей. На днях бензин вновь подорожал. Расстат озвучил, средняя потребительская цена на бензин в Пермском крае составила 55 рублей 68 копеек. Это на 26 копеек больше, чем в конце декабря 2023 года. Больше всего подорожал бензин марки АИ-100. Цена поднялась на 65 копеек. Проект под названием «Десант здоровья» Березенковского некоммерческого партнерства «Открытая дверь» в очередной раз стал победителем конкурса фонда президентских грантов. Благодаря участию в проекте дети и подростки будут ответственнее относиться к своему здоровью. Школьники из Орла проведут для своих сверстников из других населенных пунктов интерактивные игровые программы. Напомним, это четвертый за 4 года проект некоммерческого партнерства «Открытая дверь», который реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Новости коротко подготовил Сергей Каленик. Проведение рождественских ярмарок стало доброй традицией в Березниках. На мероприятиях можно приобрести сувенирные подарки, украшения, сладости, пообщаться с мастерами и хорошо провести время. Карина Волошина посетила ярмарку во Дворце Ленина. В минувшее воскресенье по благословению архиепископа Соликамского и Чусовского Зосимы в Докамине Ленина прошел рождественский фестиваль, на котором завершили большую рождественскую благотворительную ярмарку «Тепло сердец». В этом году у нас и традиционная ярмарка с тем, что сделали или нарисовали наши детки, воскресный школ и гости. А также будет концертная программа, то, что сделали наши воскресные школы. А участвуют у нас все воскресные школы, а также и гости. И он посвящен Рождеству Христову. Ярмарка удивляла своим разнообразием. Малоручные работы, иконы, открытки и даже выпечка. Цена символичная. Все собранные средства на ярмарке пойдут в поддержку бойцов СВО. Здесь же посетители собирали вкусный чай на травах. Сейчас у нас не самое простое время для нашей страны. И данное мероприятие, оно объединяет людей. Если вы посмотрите, то у нас здесь все благочение Березняковское. В том числе и дети очень активно ходят, продают, и им это нравится. То есть дети понимают, зачем, для чего и как. Но в наше время надо поднимать и патриотизм, и любовь к родине. То есть хотя бы через такие мероприятия. Интерес к мероприятию превзошел все ожидания. Каждый желал купить что-нибудь приятное для себя и своих близких. Ведь большинство людей с пониманием относятся к существующей ситуации. И к тому, что помощь необходима. Карина Волошина, Сергей Каленик. Новости Верхнекамья. Идеальное горючее топливо – еще одно название меда. Полезное лакомство – источник энергии в составе натуральной сахара, вода и минералы. А также витамины, пыльца и белок. Хорошая новость. В городе гостит проверенный производитель, у которого пчелиный нектар можно взять без опаски. Наши мамы и бабушки знали проверенное народное средство от простуды и кашля. Это целебный напиток из молока и меда. Ведь мед является эффективным и безопасным лекарством. Сортов так много, что разбегаются глаза. 22 вида полезного и душистого лакомства. Знакомые всем липовый и акациевый, майский и кориандровый мед. В каждой ложечке пчелиного нектара лишь витамины, пыльца и минералы, способные укрепить наш организм. Сандалы вы подготовили из сорта с добавлением продуктов человодства. Пыльцой, пиргой, живицей и имбирем. Мы уже много лет работаем с медом, приезжаем в Березняки. Вот сейчас в январе мы приехали и у нас традиционно достаточно большой ассортимент. Товар месяца у нас в январе мед малиновый кипрейный. Этот сорт меда достойный внимания. Он находка для нормализации артериального давления. Обладает успокаивающим эффектом и, что самое главное, имеет противовоспалительные свойства. Цена приятная, со скидкой в 30%. Всего 480 рублей за килограмм. У сандаловых качество меда традиционно высокое. Сладкие, вкусные. Главное полезные. Полезные, все. Чтобы покупка была не только приятной, но и выгодной. Для всех покупателей действует акция. При покупке 2 килограммов меда, 3 килограмм вы забираете бесплатно. За свежим и ароматным медом от компании сандалов приходите в ДК Металлург. Медовая лавка гостит в Березняках до 20 января. Карина Волошина, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья. Березняковская школа, театра и балета на большой сцене в Санкт-Петербурге прошел всероссийский конкурс исполнительского мастерства «Русское Рождество в Петербурге». Наши юные балерины соревновались в числе 136 команд. Подробнее в сюжете Виктории Пеннер. Классический танец в пальцевых туфлях исполняют юные балерины. Среди них Анна Вяткина. Девушка с трех лет занимается бальными танцами. Пошла по стопам старшей сестры. Юная балерина – золотая медалистка конкурса «Наш Пермский край». Анна признается, балериной быть сложно. Любимое хобби отнимает много времени. Когда ты целый день в зале, приходишь домой, тебе нужно еще по школьной программе что-то делать, поэтому тяжело. Иногда опускаются руки, но огромное желание перебивает все. Аня вместе с командой участвовала во всероссийском конкурсе «Русское Рождество в Петербурге». 15 человек отправились на конкурс сразу после начала Нового года, 2 января. Мероприятие проходило целую неделю. Оценивали выступления по 8 критериям. Техника исполнения, сценичность, пластика и легкость танца. Наша школа, театр и балета показала хороший результат. Наши танцоры привезли 10 высоких наград и 5 лауреатов в первой степени в классическом и современном танце. Здесь преподают одни из лучших педагогов. Воспитанница и основателя школы театра и балета Галины Цыгановой. Татьяна Яковлева-Писова предана балету уже 40 лет. Работала в театрах Саратова, Якутска и Красноярска. По приглашению вернулась в родные березняки. Наверх, Дашенька. Да, да, да. Вот, вот, лопаточки тянем вниз. И вот гнемся. Молодец, хорошо. Также Наталья Алексеевна Пиголова преподает 30 лет. По словам педагога, даже не сомневались, что привезут награды. Была проделана большая работа. Досконально проверяли каждое движение. Обороты, шаги, положение пальчиков рук, головы, синхронность. Ну, естественно, это любовь к этому делу и терпение. Вот. Еще, конечно, я хотела очень поблагодарить детей за то, что они так нас внимательно слушали, все понимали. Впереди огромная работа. Целей у коллектива много. 18 февраля поедут в Пермь на отборочный конкурс «Берега надежды». Затем отправятся на конкурс «Балтийский берег» и «Прикамский олимп». А также выступят на закрытом фестивале в Казани. Там принимают участие коллективы, имеющие звание лауреата. Тория Пеннер, Степан Некрасов. В новости Верхнекамье. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. В студии работала Мария Коноплева. Всего вам доброго и только хороших новостей. Во вторник, 16 января, синоптики прогнозируют нам пасмурную погоду снег. В Березняках ночью минус 15, днем минус 12 градусов. В Соликамске минус 11, в Александровске также минус 11, в Губахе минус 12 и в Кизеле 11 градусов со знаком минус. 16 января ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Солнечная активность низкая, геомагнитное поле спокойное. Мед от компании «Сандалов». С 15 по 20 января в ДК «Металу». Товар месяца – мед малиново-киприный 30%. Цена – 480 рублей за килограмм. Акция. Купи 2 килограмма меда – 3 килограмм. Подарок. Печати, штампы, гравировка, пломбиры и металлические печати. Березники, проспект Ленина, 47, офис 243. Редактор субтитров А.Семкин